И снова здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сестры Ну, прежде чем мы перейдем к главной теме, я хочу извиниться перед своими зрителями за то, что Последнее время на моем канале появлялось крайне малое количество новых видео Это было связано и с необходимостью некой передышки А также в связи с многочисленными, крайне интересными разговорами, которые у меня состоялись за последнее время И которые, я надеюсь, приведут к неким интересным изменениям на моем канале В связи с пропущенными темами, в частности по ситуации в Армении Я вынужден часть ссылок на статьи и видео, которые вы мне присылали до момента выбора в Армении Загрузить под данное видео, в которое мы как раз таки и поговорим о ситуации, складывающейся в Армении О выборах Почему я не буду оглашать более устаревшие видео, которые вы мне присылали за пару дней до этого Потому что ситуация в Армении, можно сказать, обнулилась То, что было до, осталось до Но, тем не менее, в качестве дополнения я оставлю ссылки на более, назовем так, устарелые темы по ситуации в Армении Для того, чтобы вы могли, если что, представить картинку, что же предшествовало данным выборам Ну что ж Также я хочу поприветствовать новых гостей и зрителей на моем канале Именно это те люди, с кем у меня состоялась за последнее время серия разговоров и бесед Добро пожаловать А теперь, пожалуй, приступим Как вы все, наверное, уже осведомлены В Армении прошли выборы в парламент И выиграл данные выборы Как принято говорить На первый взгляд кажущееся Самое слабое звено Под названием Пашинян Почему же народ проголосовал за Пашиняна? Почему Пашиняну удалось выиграть У столь, вроде бы, кажущегося сильного соперника, такого как Кочарян Вопрос интересный Но давайте с вами вспомним Какие три страны отвечают за ситуацию в Армении Так или иначе Это Россия США И Франция Не так ли? И вдруг Открывая одну из первых статей Мы с вами читаем Вернее, первую статью В Кремле посчитали убедительной Победу партии Пашиняна на выборах То есть Кремль Поддержал Давайте все называть своими именами Пашиняна Крайне интересно А ведь Еще недавно Из Прикремлевских Структур Неоднократно мы с вами слышали Высказывание, что Пашинян Является прозападной фигурой И вдруг Кремль Поддерживает Пашиняна Интересно Крайне интересно С чем же это связано С чем связано То, что Разгром армянских реваншистов Поставил Москву в патовую ситуацию Я не буду зачитывать вам ту статью Которую Так и названа Вы сами с ней ознакомитесь Меня же интересуют Именно непосредственно Главные вопросы по выборам Почему же Москва Поддержала Пашиняна Я неоднократно в свое время Заявлял о том, что Пашинян На данный момент Является Самый Пророссийский политик В Армении Потому что любая сила Которая выступает Против подписанного В Москве Договора По капитуляции Армянских националистов А не армянского народа Выступает Прежде всего Против самой России Которая Являлась Одним Из подписантов Данного договора Не так ли? А кто выступает Против? Кто Собирается Продолжить Кровавую баню В Карабахе Или Кровавый банкет Кто является Основной фигурой Реваншистских сил Так это же Являются Соперники Пашиняна В частности Кочарян Связанный Напрямую С Дашнаками Объедини Партия Кочаряна Объединилась С Дашнаками На выборах Против Пашиняна Интересно Неужели Кто-нибудь Думает Что Россия Не слышала Те Высказывания По необходимости Проведения Реваншистских Действий Которые Излагал Кочарян Неужели Вы думали Что Россия Этого Не слышит Дорогие Мои Зрители Она Слышала Слышала И мы Видим К чему Привел Ее слух Ее абсолютный Слух В отношении Того Что происходит В Армении Победил Пашинян Подбедил Тот Кто И подписывал От Армении Данный Договор Браво Браво И еще раз Браво В отношении Сержа По-моему Здесь Не стоит Даже Как-либо Застрять Свое Внимание Потому что Главным Соперником Был Именно Кочарян Почему Промолчали Соединенные Штаты Америки Но На мой Взгляд Здесь Картинка Тоже Однозначно Потому что Для Америки Наш конфликт Во-первых Находится За океаном Во-вторых Для Америки Крайне Невыгодно Дополнительно Нагнетать Отношения С Турцией Америка И так Сделала Немало Ошибок В отношении Того Чтобы Ухудшить Отношения С Эрдоганом Оттолкнуть Эрдогана И они Прекрасно Понимают Что Любое Неправильная Позиция Терезаявления США В отношении Армении Может стать Последней Каплей Не так ли И остается Третье Государство Которое Тоже Имеет Влияние Конечно же В Армении Это Франция Но Подождите Разве Одна Франция Может Противостоять США И России На Кавказе Думаю Что Вы сами Понимаете Что Ответ Однозначный Нет Нет И еще раз Нет Она Вынуждена Уже Прислушаться Была К тому Что говорили Из США И из России А также И из Турции Не так ли Но Давайте С вами Сейчас Перейдем К следующему Аспекту Рад ли Я Что Победил Пашинян По идее Как Здравомыслящий Человек Конечно же Я Рад Тому Что Победил Та Позиция Армянского Народа Которая Стремится К миру Конечно же Рад Но С другой Стороны У меня Есть Некое Огорчение В связи С этим Почему Спросите Вы Я Объясню Потому Что У меня Нет Уверенности Что Данная Мирная Позиция Армянского Народа Продлится Долго Что В Один Определенный День В них Снова Не Запоют Литавры Военные Литавры О Необходимости Новых Окупаций Земель Соседей Не обязательно Кстати Азербайджана У меня Нет Такой Уверенности Поэтому Скажу Страшную Вещь Мне За Это Время Что Я Услышал Об Выигрыше Пашиняна Порой Хотелось Чтобы Выиграли Более Радикальные Силы Даже Чем Кочарян Чтобы Вопрос Об Армянском Лже Радикализме Я не Оговорился Был бы Закрыт Рассы Навсегда Не Вопрос Армянского Народа Армянский Народ Должен Жить А вот Речь Об Армянском В Кавычках Радикализме Должен Быть Закрыт Эта Речь Должна Быть Раз И навсегда Остановлена Эти Заявления Должны Прийти К Окончательной Точке Поэтому Да Я хотел Бы Чтобы Победили Более Радикальное Звено Которое Действительно Спровоцировало Б дальнейшие Боестолкновения Которые Бы Привели К Закрытию Данной Темы Об Армянских Так Называем Радикалах Но Давайте Вернемся С К причине Которой Заставила Армянский Народ Проголосовать За Пашиняна Что же Это за Причины Ну Конечно же Все Вы Скажете В большинстве Своем Что Это Нежелание Армянского Народа Вновь Жертвовать Своими Детьми Как Это Было Не так Давно Они Увидели К чему Может Привести Их же Радикализм Что Армянским Радикалам В кавычках Радикалам Мало того Что они Грабят Армянский Народ Они Еще Подталкивают Армянский Народ Отдавать Своих Детей За Непонятную Идею Которая Ничего Не дала Армянскому Народу Ничего Все Это Конечно Играет Роль Безусловно Но Это Только Одна Часть Одна Из Причин Которая Заставила Армянский Народ Проголосовать За Пашиняна Есть Другие Причины Не Менее Весомые О чем Это Я Ну Давайте Вначале Перейдемте К Отсутствию Радикалов Почему Я говорю Что Армянских Радикалов Не Существует Это Миф Я Сейчас Это Уже Полностью Осознаю Давайте С вами Проследим Вначале По Армянским Лидерам Так Называемых Армянских Радикалов Единственным Более Менее Имеющим Отношение К Армянским Радикалам Личностью В кавычках Личностью Является Только Гарри Геннжде И то Его Радикализм Исходит Из Расовой Я бы Сказал Величия Он же Говорил Об Армяноидах О Расе То есть Это Нечто Более Ужасное Чем Даже Радикализм Это Расизм То есть Это Даже Не Назовешь Радикализм Но Кроме Этого В общем-то И Расист Он Какой-то Крайне Скудный Почему Я говорю Скудный Потому Что Он Имел Прямое Отношение К Подписанному Договору Между Турцией И Армении Так Называемый Александропольский Договор 2019 Года В котором Армянские Дашнаки Отдавали Туркам Все Земли Всю Столь Любимую Армянами Армению Отдавали Дашнаки Дашнакской Армении Но Давайте Продолжим То есть В отношении Даже Гарьги Нанжде Есть Кое-какие Вопросы О Его Именно Радикализме Потому Что С турками Он Сотрудничал С Младо Турками Вторая Я Личность Которая Я Являлась Одной Из Создательниц Армянских Радикалов Это Конечно же Первый Премьер-министр Так называемой Независимой Армении Начало Прошлого Века Как же Насколько Часть из вас Поняли Я говорю Об Аванесе Качизнуне Я не буду Сейчас Показывать Ссылки О Данной Личности Так как В интернете О нем Есть Достаточно Сведений Я же Хочу Вернуться К Его Деяниям Как я Уже Сказал Аванес Качизнуне Был Одним Из Фигурантов Одним Из Создателей Армянских Националистов Тем Не Менее Условных Националистов Тем Не 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 Прошло Как Говорится И Десяти Лет Как Это Личность Да Здесь Я могу Даже Поставить Без Кавычек Несмотря На То Что Он Являлся Скажем Так Уж Точно Антагонистом Азербайджанцем И турком На протяжении Многих Лет Но Тем Не Менее Он Умудрился Через Десять Лет Даже Больше Десяти Лет Там Прошло Около Пятнадцати Лет С момента Создания Радикалов Не Просто Поменять Своё Мнение А Заявить Что Именно Армянские Радикалы Созданные Им Виноваты В том Что Сейчас Армяне В Наш Время Называют Геноцидом Армян Что Именно Армянские Так Называем Радикалы Подтолкнули События К тому Чтобы Большая Часть Армян Но Не та О которой Говорят Армяне В Армении А также На Западе Погибла Интересный Националист Не согласны? Националист Который выступает Против своих же Националистов Против тех Кого он создал Это Опять-таки Я Заговорил О Качизнуне Я знаю Что сейчас Некоторые Вспомнят Тут же Дашнаков Тут же Напомнят Мне О Такой Легендарной В кавычках Личности Как Горигин Нжде Ну что ж И об этих Так называемых Националистах Мы сейчас С вами Поговорим Начнем С Дашнаков Не те ли Это Дашнаки Которые Сотрудничали Именно Сотрудничали С Молодотурками Не те ли Это Дашнаки Которые В Александрополе Подписали Договор О Передаче Большей части Территории Армении Тем же Самым Туркам Интересные Националисты Не так ли Вместо Того Чтобы Биться До Последнего Армянина Они Решили Передать Свои Земли Туркам Крайне Интересный Факт Теперь Мы переходим К Горигину Нжде Националист Вроде бы Написавший Даже Националистический Трактат Цигакрон Потрясающе Но А есть Несколько Важнейших Но Армянский Националист Так же Как Любой Националист Истинный Как Это Принято Обрисовывать Не сбежал Б из Своей Страны А бился Бы до Последнего До Последней Армянина И даже До Последней Собственной Капли Крови Но Он Сбежал Интересно В Будапешт Где Со Временем Связался С Нацистской Германией Интересно Это Такой Армянский Националист Кстати В Нацистской Германии Он Тоже Пересекался С Теми Предателями Родины Различных Национальностей Не так ли Включая Конечно же Мы никогда Не скрывали Что и среди Азербайджанского Народа И других Народов Были Предатели Так он Так он С ними Сотрудничал Это Армянский Националист Крайне Интересно Это Он Жде Я даже Сейчас Не Акцентирую Ваше Внимание На том Что Когда Подписывался Александропольский Договор НЖде Занимал Ответственный Пост И имел Отношение К данному Подписанию Я даже Не акцентирую На этом Внимание Когда Как я Сказал Дашнакская Армения Так она Раньше В те годы Называлась Передала Турции Большую часть Своих Территорий Все это Интересно Но давайте Пойдемте Дальше Может быть Уже Ближе К нашим Временам Появились Хоть какие-то Истинные Армянские Радикалы И начнемте Пожалуй С первого Президента Левона Тарпетросяна Являлся ли он Радикалом Жена Питерская Еврейка Уже Согласитесь Возникают Некие Сомнения Но этого Мало Второй Момент Тоже Не менее Важный Это Заявление Левона Тарпетросяна Которого Неоднократно Высказывал Вроде бы Создав Опять-таки Приняв Прямое Участие В создании Движений Армянских Радикалов В конце Девяностых В конце Прошлого Века Он заговорил О том Что Данное Движение Было Прежде всего Преступным Против Собственного Народа И что Карабах Нужно Вернуть Азербайджану Это Говорил Один Из Создателей Уже Новых Националистов Интересно Ну Давайте С вами Перейдем К Кочаряну Что Кочарян Сейчас Скажут Ну Камран Ты Не Можешь Поставить Под Вопрос Националистическую Составляющую Кочаряна Давайте Разберем Тись Может Ли Националист Истинный Вот Националист Расстреливать Митинг Обычных Армян Граждан Армении Если Он Любит Свою Нацию Конечно Же Нет Может Ли Он Уничтожать Правительство Армении Конечно Же Нет Кочарян Имел Отношение Как К Первому Преступлению Так И К Второму Я Даже Опять Вынужден Сказать Не Акцентирую Свою Внимание На Его Скажем Так Генетическом Отношении К Азербайджанскому Народу По Линии Отца Что Тоже Играет Важную Роль В Отношении Его Националистической Составляющей Интересно Можно Было Бы Также Напомнить Что Кочарян В Быть На Сего Правления Тоже Вынужден Был Заговорить О Необходимости Возвращения Карабаха Такой Момент Тоже Имел Место Но Давайте Продолжим И Мы С Вами Подступаем К Сержу Сарксяну А Что же Серж Может Быть Он Все Таки Оправдает Понятие Существования Такого Субъекта Такого Объекта Как Армянский Национализм Что То Сомневаюсь Очень Сильно Сомневаюсь Учитывая Что Он В частности Выставил Армянский Народ Лжецами Касательно Событий В Ходжалах Весь Армянский Народ Ведь Армяне Говорили О том Что Данное Преступление Над Собственным Народом Якобы Совершили Сами же Азербайджанцы Серж Сарксян С этим Не согласился Когда Давал Интервью Известному Журналисту Дэвалу Факты И Ничего Большего Не Так Ли Я Даже Опять Вынужден Сказать Что Не Акцентирую Своё Внимание На том Моменте Как Семейка Сержа Сарксяна Грабила Собственный Народ Всё Это Говорит Не В пользу Того Что Данную В кавычках Личность Можно Приписать Хоть Как Так Националистам Это Нечто Но Не Националист Если Ошибаюсь Пожалуйста Жду Поправок В форме Комментариев Ну Сейчас Мы с вами Переходим К возможно Самому Важному Вопросу Почему При Отсутствии Толком Националистов Нам Казалось Что Среди Армянства Армянского Народа Армянских Радикалов Достаточно Обширное Количество Почему Это Так С чем Это Связано Ну Давайте С вами Подумаем Из Кого Состоят Так Называем Армянские Националисты Как Коя Как Какая Часть Армянского Населения Могла Выглядеть Как Армянские Националисты И Почему И Первая Часть О которой Пойдет Речь Это Армяне Запуганные Опасностью Якобы Исходящей От Тюрков Ведь Ни Для Кого Не Секрет Что Армяне Рисуют Тюрков Чуть Ли Не Как Подобие Сатаны А Учитывая Что При этом Они Говорят О Своем Истинном Христианстве То Как Любой Христианин Они Должны Бояться Сатану В Обличии Тюрка Это Первая Часть Из Армянского Народа Которая Могла Выглядеть Иметь Обличие Армянских Националистов Не Являясь Таковыми В общем То Следующая Часть Армянского Народа Это Те Которые Были Запуганы Своими же Армянами То есть Боясь Остальной Толпы Обычные Армяне Вынуждены Были Действовать Как Все Есть Такое Понятие Дух Толпы Вот Это То Самое Это Вторая Ячейка Так Называемых Армянских Националистов Но Этого Мало Есть Третья Ячейка Это Ячейка Обманутых Армян Армян Которым Внушили Даже Не Всемогущество Над Всеми Народами Мира В основном Внушали Могущество Армян Именно Вот Над Тюрками Что Неполноценность Тюрок И Величие Армян Дает Им Право Голумиться И отбирать У тюрков Все Что У них Есть И Последняя Часть О которой Стоит Поговорить Из Часть Которая Составляет Армянских Так Называемых В кавычках Радикалов Это Армяне Помазанные Кровью То есть Преступлениями Либо Насильно Повязанные То есть Под давлением Либо Повязанные Просто Совершенным Преступлением Ну что ж Если Как Вы знаете Я в чем то ошибаюсь Пожалуйста Напишите В форме Комментария В чем я ошибаюсь Но давайте Продолжим Потому что Есть еще Кое о чем О чем стоит Поговорить Продолжая Речь Именно Об армянских Националистах Дорогие Друзья Армянские Националисты Единственные Которые Более Менее На данный Момент Можно Назвать Таковыми Это Являются Такие Отбросы Как Сосноцерер Ну Многие Из вас Слышали Это название Те Кто не Слышали Можете Открыть В любом Интернет Поисковике Данное Название Армянских Радикальных Партий Те Организаций Но Позвольте Мне задать Вам тогда В этом случае Другой вопрос Как вы считаете Каков Процент От армянского Населения Которые Хоть Как-то Относятся Благожелательно К данной Организации 0 1 1% Интересно Почему Почему Я вам Перечислил Все Эти Причинные Можно Сказать Места Которые Со стороны Выглядели Как армянский Национализм И Причем Здесь Выборы Сейчас Объясню После Поражения Которые Поднесла Армения В конце Прошлого Года Скажите Мне Большинство Из того Что я Перечислил Разве Не Растаяло Не Превратилось В тлен В прах В пыль Тем более На фоне Того Что Армяне Поняли Что Их Страдания Которые Они Несли В Армении Обнулились Теперь Представьте Себе Жить Каждый День В разочаровании Открывая Собственный Холодильник Терпя Все это Ради Какой-то Догмы О Великом Армянском Народе Непобедимом Над Турками Турками Дьявольскими Турками И Вдруг Все это Разлетается В пух И прах За 44 Дня А Розовые очки Снимаются Сейчас Некоторые Спросят Тогда Почему же Все-таки Определенный Процент Армян Не может Выздороветь И на это У меня Тоже Есть Ответ Первое Это Обида Обида На себя Обида На тех Кто Внушал Им Эти Ложные Догмы О Непобедимости И так Далее Кто Внушал Им Ненависть К туркам Это Первая Причина О Неизлечимости О Кажущейся Неизлечимости На самом деле И они Уже Излечены Просто Боль Не дает Им Это Осознать Боль Они Никто Это Страшно Второй Момент Вторая Часть Это Те У кого Руки Не просто По локоть В крови У кого Сознание Наполнено Кровью Которые Потеряли Родных И они Понимают Что они Потеряли Этих Родных На пустом Месте Они Могли Бы Этого Они Могли Бы Не ощутить Эту Боль Если Бы Не Подпали Под Обаяние В кавычках Своих Лидеров Данный Список Моментов Которые Не Могут Дать Успокоиться Части Армянства И Того Самого Армянства Которое Продолжает Призывать К войне Можно Продолжать Достаточно Долго Но Я Назвал Самые Основополагающие Аспекты Которые Не Дают Части Армянства Выздороветь Как Долго Понадобится Время На Выздоровление Я Не Знаю Год Два Три Десять Лет Не Знаю Не Знаю Дорогие Друзья И Единственное Что Напоследок Хочу Сказать После Того Как Я В общем То Объяснил Причины Победы Пашиняна С точки Зрения Международной Политики Так же Как И Исходя Из Внутренней Политики Армянского Народа И Ситуации В Армении Я Хочу Подытожить Данное Видео Разговором Как ни Странно Об Ара Абрамяне Знаете А ведь Последнее Его Так Называемое Действо В котором Он В день Празднования Дня России В Москве Решил Провести День Памяти Армянскому Террористу Монте Милканяну Но на мой Взгляд Явилась Достаточно Основательной Каплей Последней Каплей В том Чтобы Даже Достаточно Обширная Многочисленная Часть Армян Проживающих В России Отошла От Армянского Так называемого В кавычках Радикализма Потому что Они Работают В России Они Являются Гражданами России В основном Я говорю О тех Армянах Которые Уже Не одно Поколение Выросло В Российской Федерации Я не говорю О заезжих Это другой Момент Я говорю О тех Армянах У кого В России Похоронены Прадеды Деды Для них Вот эта Провокация Конечно же Крайне Омерзительна Потому что Она провоцирует К межнациональным Столкновениям Чего они бы Не хотели На территориях Минимум России Не так ли Ну что ж В связи С этим Некоторые Пускай Воспринимают Это Как шутку Некоторые Всерьез У меня Такое ощущение Что Аруа Абрамяна Не стоит Сажать А стоит Наградить В Азербайджане За Обширную Проделанную Работу В отношении Нанесения Последнего Удара По так называемым Армянским Радикалам На территории Российской Федерации Ну Шутки Шутками А мы С вами Еще Некоторое Время Пожалуй Поговорим Да Некоторые Сейчас Могут Сказать Кемран А как Ты Относишься К Монте Милканяну А раз Ты Говорил О Националистах Может Быть Ты Хотя Бы Его Признаешь Нет Не Признаю Это Боевик Это Террорист Террористы Это Больше Чем Националисты Это Нечто Другое Тем Более Он Воевал В Ливане Вроде Бы Заступаясь За Армян Проживающих Там На Мой Взгляд Здесь Дело Гораздо Более Широк Более Широк Ему Надо Было Где-то Научиться И Он Видимо К этому Стремился Убивать Он Уже Мог Помочь Как Угодно Другим Образом Являясь Гражданином США Но Он Выбрал Убийство Плюс Есть Еще Один Момент Который Тоже Подчеркивает То Высказывание Что Монтамил Коняна И то Нельзя Причислить Даже К армянским Радикалам Это Нечто Другое Более Ужасное Почему Я говорю Что Он Не Является Армянским Националистом Армянским Радикалом Ну Потому Что Он Так Ж Как И Серж Выставил Армянство Лжецами В книге Которой Написал Его Брат Маркар Мил Конян Путь Моего Брата Где Монтамил Коняна Рассказывал О том Как Армяне Убивали Азербайджанцев То Есть Он Выставлял Всех Армян Лжецами Как Же Он Может Быть Националистом Если Он Выставляет Свой Народ Лжецами Вопрос Интересный Вопрос Интересный Дорогие Мои Сейчас Давайте С вами Еще раз Немножечко Пройдемтесь По Тем Моментам О которых Я заговорил С вами В данном Видео Ну Насколько Вы Уже Поняли Армянских Националистов Террорадикалов Не Существует Это Миф Который Был Придуман И Кстати Я Сейчас Объясню Кем Это Было Придумано Это Было Придумано Из Океана В Начале А Также Антанты В Начале Для Того Чтобы Уничтожить Османскую Империю Нужно Было Поднять Дух А Дух Лучше Всего Поднимается На Националистических Основах Запугивая Я Собственной Народ Ища Врага При этом Желательно В лице Друга Все Это В общем-то И было Сделано Ну А Дальше Дальше Можно Просто Идти По Ступеням Заменяя Одного Врага Другим Врагом И Так До Бесконечности Что И Было Сделано Если Опять-таки Я Ошибаюсь Жду Ваших Комментариев Да Есть Еще Один Момент В отношении Ары Абрамяна Я В общем-то Все Сказал В отношении Монте Я Объяснил Вам Ситуацию В отношении Разложения Армянских Радикалов На части Так называемых Радикалов Я Тоже В общем-то Вам Осветил Ну Что ж Я Даже Не знаю О чем Теря Как Продолжить Данную Тему Потому Что В общем-то Раскрыты Все Основополагающие Моменты Если У кого-то Из вас Появятся Какие-либо Вопросы Пожалуйста Пишите И мы Рассмотрим Данные Аспекты В Следующем Моем Видео Но Я думаю Что Тема Выборов Закрыта Пашинян Выиграл Я Поздравляю Конечно же Армянский Народ Да Поздравляю Нет Вы не стали Турками Как вас Некоторые Стараются Озвучить Из так Называемых В кавычках Лжеармян Которые В большинстве Своем Не живут И не жили Никогда На территории Армении В лучшем Случае Приезжали В гости Вы Именно Армяне Вы Стали Исцеляться Вы Стали Становиться Обычным Нормальным Народом Надолго Ли Хватит Вас Этой силы Я Не знаю Вот Тем Армянам Которые Проголосовали За Пашиняна Мне даже Хотелось бы Действительно Пожелать Мирного Неба Да Упустил Крайне Важное Но Если Не вспомню Мы С вами Об этом Все равно Еще Успеем Поговорить Пожалуй Я на этом С вами Попрощаюсь Всем До свидания Всем Пока Всегда Ваш Сейдов Камран До свидания До свидания